Эндрю Джакано. Лицо мечты. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Часть первая. Подбор стиля с учетом вашего образа жизни. Глава первая. Стиль восточного и западного побережья. Какой стиль подходит именно вам? Что делает человека красивым? Трудно дать определение понятию красоты или даже просто описать ее словами. Увидев красивого человека, не всегда можно объяснить, что именно делает его привлекательным. Вы просто знаете, что он красив, и это скорее ваши ощущения, эмоциональный отклик, а не набор каких-то его черт. Вот почему один человек находит Мону Лизу да Винчи восхитительной, а второй считает ее улыбку отталкивающей, а отсутствие бровей как минимум странным. Нет ничего более истинного, чем старая пословица. Красота в глазах смотрящего. Красота определяется и культурными кодами. То, что европейцы находят красивым, не обязательно придется по вкусу азиатам, афроамериканцам или латиноамериканцам. Например, когда афроамериканки или азиатки консультируются у меня по поводу ринопластики, они отмечают, что им хочется сохранить свои этнические черты, более широкую переносицу и полный кончик носа. Европейки просят узкий нос с приподнятым кончиком. Подобные эстетические различия можно проследить еще глубже. То, что французы считают красивым, не всегда подходит корейцам, итальянцам, американцам, кенийцам или бразийцам. Но представитель любой культуры согласится, что независимо от особенностей, лицо – это ваша личная подпись. Чего хотят пациенты? Ко мне на прием приходят пациенты и пациентки абсолютно разных возрастов и национальностей. И у каждого из них свои потребности, проблемы и желания. Тем не менее, большинство запросов можно разделить на четыре категории. Во-первых, они хотят сохранить свои черты лица. Во-вторых, они хотят восстановить то, что изменилось в процессе старения. В-третьих, они хотят сбалансировать диспропорции, например, искривленный нос или опущенные веки. В-четвертых, они хотят улучшить то, что они считают недостаточным или чрезмерным, например, слишком тонкие губы или слишком выраженный подбородок. Так, многие молодые пациентки хотят исправить нос или сделать губы более пухлыми. Те, кому за 30, хотят оградить себя от признаков старения, часто прибегая к более агрессивным методам ухода за кожей. Многие из моих пациентов в возрасте от 40 до 50 лет хотят восстановить черты лица, изменившиеся с возрастом. Они недовольны своим взглядом, щеками, линией подбородка, шеей или кожей в целом. За свою практику я выделил для себя два разных подхода пациентов к процедурам по уходу и омоложению. Стиль западного побережья, который, как мне кажется, обусловлен современной голливудской эстетикой, с ее культом молодости. И стиль восточного побережья, который соотносится с эстетикой лично для меня. Последний лежит в основе моей аудиокниги «Лицо мечты». Стиль западного побережья – это изменение вашей личной подписи. Стиль восточного побережья – это поддержание вашей идентичности. Ни один из стилей нельзя назвать правильным или неправильным. Ваше чувство прекрасного уникально. Лично вам могут понравиться определенные аспекты стиля западного побережья, например, увеличенные губы и некоторые особенности стиля восточного побережья, такие как незначительные изменения разреза глаз. Или же наоборот – вы можете соотнести себя с философией одного единственного стиля. При принятии решения, когда речь идет о пластической хирургии, вы должны руководствоваться именно вашими личными взглядами и желаниями. Крайне важно не позволять своему хирургу навязывать вам свой стиль. Если какое-то конкретное изменение внешности сделает вас счастливым, просите именно о нем. Важно уточнить, что если хирург практикует на восточном или западном побережье, это еще не означает, что он или она придерживается одного из этих стилей. В главе третьей я расскажу, как определить, подходит ли пластический хирург, на которого пал ваш выбор для создания вашего личного стиля. Стиль западного побережья. Стиль западного побережья яркий, смелый, порой даже дерзкий. Прежде всего речь идет о культе молодости. Лицо в стиле западного побережья трудно не заметить. И в этом суть. Черты лица явно сексуализированы. Большие пухлые губы, гладкие округлые щеки, узкие вздернутые носы, замороженные лбы, отчетливо изогнутые брови, широко открытые глаза. Выглядеть так точно над вами хорошо поработали, считается предметом гордости для многих приверженцев стиля западного побережья. Я понял это недавно, когда посетил благотворительное мероприятие в Беверли-Хиллз. Оглядев комнату, я отметил, что все женщины в возрасте от 35 до 60 лет выглядели родственницами. Буквально у каждой из них были красивые осветленные волосы, тонкий нос, большие губы, гладкие щеки и лоб, четкие линии подбородка. Отчасти эстетика западного побережья определяется предпочтениями пациентов, отчасти навыками врачей. Но прежде всего это то, что приходит в голову людям при словах «пластическая хирургия», потому что стиль западного побережья формируется Голливудом. Голливудские звезды, которых мы видим на экранах кинотеатра и телевизора, часто выглядят так, как будто над ними поработала не природа, а рука специалиста, и кажутся неестественно молодыми. Их ли это вина? Я так не думаю. Голливудские звезды и искатели звездной славы поставлены в почти безвыходное положение. Их жизнь и их внешний вид постоянно находятся под прицелом объективов. С тех пор, как мы смотрим фильмы в высоком качестве, мы видим каждую пору и каждую морщинку на их лицах. Поэтому причина того, что женщины хотят сделать более молодые лица, проста. Именно этого требует от них индустрия развлечений. Радикальные, обращающие возраст вспять пластические операции настолько распространены, что обладательница Оскара Фрэнсис Макдорманд, которая никогда, ни в коей мере не мутировала, считается аномалией среди своих сверстников. Рожденная в 1957 году, Макдорманд стареет совершенно естественно и прекрасно. Но почти у каждой работающей актрисы ее возраста лицо гораздо более гладкое, округлое, без морщин. Звездам нужно как можно дольше выглядеть молодыми, и они знают, что именно пухлые губы и гладкие лица неизменно привлекают внимание. И поэтому стиль западного побережья процветает. Логически можно заключить, что этот стиль частично обусловлен стремлением к славе. Для большинства амбициозных звезд восхождение по карьерной лестнице требует соответствия физическим характеристикам, доминирующего в их отрасли архетипа. Представители шоу-бизнеса знают, что их образ и их бренд – это синонимы. Независимо от того, какую карьеру вы начинаете, актрисы или видеоблогера. Ваш внешний вид является одним из наиболее важных аспектов вашего бизнес-плана. Потому что это ваша торговая марка. Те, чья внешность считается простой и ничем не примечательной, имеют меньше шансов на успех. Весь бренд-маркетинг работает одинаково. Вот почему на обложке любого глянцевого журнала вы видите множество идеальных тел и идеальных лиц. Веснушки, морщины, пигментные пятна и целлюлит остаются за кадром. Справедливо ли это? Нет. Это отражает реальность? Нет. Нельзя не отметить поразительный двойной стандарт. Мужчина может стареть изящно и стать героем в свои 50 или 60. В то время как его возлюбленная будет считаться динозавром, посмея она приблизиться к 40 годам. Эйджизм в Голливуде определенно не является новой тенденцией, но с появлением неинвазивных и щадящих хирургических методов, а также инъекционных препаратов, таких как филлеры и ботокс, культ молодости вторгся в кабинеты практикующих врачей. И не всегда с наилучшими последствиями. В наш век социальных сетей и интернета появилось место, где этот феномен явлен особенно наглядно. Вселенная Инстаграм. Большинство бьюти-блогеров выглядят как куклы Барби, их увеличенная грудь демонстрируется в майках с откровенным декольте, а надутые губы еще больше увеличены с помощью модного макияжа. Внешность принесла блогерам миллионы подписчиков. Даже эксперты в той же области, но с более простой внешностью могут столкнуться с трудностями в привлечении подписчиков. Если вы пытаетесь прославиться в Америке, нужно либо подчиниться доминирующему сегодня архетипу, либо найти какой-то способ продемонстрировать свои знания действительно уникальным образом, что чрезвычайно сложно. Невозможно не заметить, как средства массовой информации о моде, красоте и знаменитостях демонстрируют фотографии все более молодых звезд. В эпоху супермоделей 1990-х такие звезды, как Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд стали знаменитыми в 20-30 лет. Они не были нулевого размера. Им не кололи ботокс и филлеры. Они выглядели на свой возраст, и мы восхищались ими, потому что они были неповторимо красивы. Почему современные девушки с обложек такие молодые? Потому что это именно то, что продается. Стиль западного побережья – это как можно более молодые черты лица. Тарлингтон, соответствующие нынешнему архетипу знаменитостей. Это становится проблемой для молодых женщин, которые еще только разбираются в себе, приобретают свою индивидуальность, но уже чувствуют давление стиля западного побережья. Эти девушки могут быть очень привлекательными, но они убеждены, что им нужны инъекции и операции, чтобы конкурировать с остальными, чья внешность соответствует тенденциям западного побережья. Даже если у них самих не очень большой нос, они хотят самый маленький и самый тонкий нос из всех возможных. Даже если у них губы чудесной формы, они хотят сделать их пухлыми, максимально большими. Они часто выбирают Кайли Дженнер как образец для подражания. Те, кто предпочитает более незаметные улучшения, часто говорят, что Дженнер полностью изменила свое лицо и стала неузнаваемой. Адепты стиля западного побережья утверждают, что она сделала себя лучше и просят хирурга сделать с ними то же самое. Чаще всего они хотят такой же нос и губы. Мне кажется, что это одна из причин, почему у такого количества звезд телевидения, кино и музыки пластика сделана неудачно, а лица изменены до неузнаваемости. Им тяжело вдвойне, потому что их лица – это их бренд. Их растиражированные образы постоянно напоминают о том, как они когда-то выглядели. Сравнивать легко, как и отпускать язвительные комментарии. Вот почему один из самых распространенных вопросов, который я слышу на приеме, звучит так. Есть ли знаменитости, у которых есть все деньги мира и доступ к лучшим врачам, в конечном итоге выглядят явно фальшиво и искусственно? Какие у меня шансы понравиться себе после операции? Когда ко мне приходят потенциальные пациенты, предпочитающие стиль западного побережья, они обычно просят об очень конкретных изменениях. Они демонстрируют фотографии и говорят мне, что хотят выглядеть точно так же. Образ, созданный в соцсетях, с откровенным, а порой чрезмерным использованием фильтров и фотошопа. Они ищут того совершенства, уровень которого обычно недостижим в реальности, потому что эти фотографии не настоящие. Несмотря на то, что в глубине души они все это понимают, их не волнует, что образ, которому они хотят подражать, фальшивый. Они убеждены, что это именно та внешность, которую они хотят. На самом деле ко мне прилетают люди со всего мира, которые уже потрясающе красивы, но хотят большего. Часть из них уже подвергалась тем или иным процедурам. И они выглядят потрясающе. Я считаю, что некоторые пациенты будут выглядеть лучше, если оставят свои лица в покое. Никто не нуждается в подтяжке лица каждые два года. Больше не значит лучше. И меня не на шутку беспокоит то, что пациенты хотят изменить лицо в стиле западного побережья, чтобы соответствовать стандартам шоу-бизнеса. Но не всегда тем образом, который им подходит. Хирургические или малоинвазивные процедуры могут помочь на какое-то время. Но чувство, что ты вынужден идти в этом направлении в надежде стать знаменитым, может быть пагубным в долгосрочной перспективе. Вы просто потеряете свою личность. Мне не кажется, что обычный потребитель пластической хирургии, какой бы стиль он ни предпочитал, действительно хочет этого. Я не думаю, что красота стоит того, чтобы потерять свою индивидуальность. Популярность пластической хирургии среди мужчин неуклонно растет. С учетом того, что американский рынок средств по уходу за собой для мужчин в настоящее время оценивается в 3,5 миллиарда долларов, можно сделать вывод, что и мужчины чувствуют потребность выглядеть моложе в свои 40, 50 и 60 лет. Статистические данные американского общества эстетической и пластической хирургии показывают, что этот способ поддержания имиджа становится все более популярным среди мужчин. Наиболее распространенные операции, которые я выполняю мужчинам, это ринопластика, пересадка волос, блефаропластика, подтяжка век, подтяжка шеи и подтяжка лица. Когда операция сделана правильно, ее последствия трудно обнаружить. Хотя по внешности по-прежнему чаще судят о женщинах, мужчины осознают, что пластическая хирургия лица поможет им на рынке труда, чтобы выглядеть уверенно, моложаво и энергично, а значит и продвинуться вверх по карьерной лестнице. Подавляющее большинство мужчин, которые приходят ко мне, предпочитают стиль восточного побережья. Они хотят быть похожими на самих себя, просто стать свежее и моложе. Позвольте мне, однако, повторить, что это всегда будет вопросом личного выбора, поскольку не существует правильного или неправильного мнения. Тем, кто любит стиль западного побережья, стоит пойти на это. Неправильно только, когда вы просите у хирурга один стиль, а он или она предлагает вам что-то совсем другое. Стиль восточного побережья. Если стиль западного побережья боготворит молодость, то идол восточного побережья – профессиональный успех. В Нью-Йорке и в первую очередь на журнальных обложках красивое старение приравнивается к мудрости, опыту, уважению и власти. Бросающиеся в глаза признаки старения – дряблая шея, морщинистые щеки, мешки под глазами и отвисшие подбородки – считаются на восточном побережье недостатками, как и везде. Однако тут опасаются, что эти внешние черты отражают негативные внутренние особенности личности, ее амбиции, таланты, способности. Такого, конечно, быть не должно. Морщины не должны лишать кого-либо возможности продвижения по службе или уважения. К сожалению, правда в том, что так бывает. С другой стороны, очевидно, фальшивое, сделанное хирургом лицо также может произвести плохое впечатление. В целом, я считаю, что мои типичные пациенты не хотят выглядеть так, будто их облик – результат чужой работы. Они хотят побороть признаки старения. Но, что не менее важно, сохранить при этом черты лица, которые делают их уникальными. Они хотят внешность, которая будет соответствовать их этнической принадлежности и которая позволит им чувствовать себя уверенными и конкурентно способными. И самое главное, они хотят лицо, которое выглядит естественно. Мои пациенты хотят быть похожими на самих себя. Они стремятся воссоздать свою неповторимую личность, а не изменить ее. Меньше всего им хочется, чтобы люди заметили результаты пластики, черты, которые выделяются искусственно, даже если это сделано красиво. Должен добавить, что пациент с лицом с обложки редко живет на парковине. Хотя мой кабинет и операционная находятся именно там. На самом деле, мои клиенты приезжают ко мне со всего мира. Они знают старую поговорку. Пластическая хирургия должна шептать, а не кричать. И это определяет их эстетику. Они хотят естественного результата и очень опасаются выглядеть по-другому. Мне нравится, что я могу обеспечить своим пациентам естественные индивидуальные результаты. Это то, о чем они и просят. Часто пациенты уже провели комплексную проверку и опрос других хирургов. О процессе я расскажу в главе 3. Они просмотрели сотни фотографий до и после. У них есть четкое представление о том, чего они хотят. И они выбрали меня, потому что моя эстетика очевидна. Я не думаю, что мои пациенты придерживаются философии лучше-меньше да лучше. Они просто потрясающе выглядят. Их лица нельзя назвать недоделанными. Моя работа просто не навязчива. Многие люди предполагают, что если они хотят выглядеть естественно после операции, им нельзя требовать слишком многого, но это не так. Естественные результаты возможны даже при инвазивных пластических хирургических процедурах, когда они выполнены с чувством баланса и бережно по отношению к тканям лица. Требуются лишь легкие прикосновения. Результаты таких процедур позволят сохранить правильные пропорции, о которых я расскажу в следующей главе. Благодаря этому пациенты будут выглядеть посвежевшими, но при этом останутся собой. Изменение лишь одной черты лица позволит полностью проявить вашу индивидуальность. Проблема, которая выходит за рамки стилей восточного и западного побережья заключается в том, что у пациента может быть искажена одна черта лица, которая нарушает весь эстетический баланс. В таком случае пластическая хирургия может сыграть огромную роль. Определенные процедуры могут помочь тем, у кого торчат уши, кому достался слишком маленький подбородок или тому, кто унаследовал от дедушки крючковатый нос. Эта особая черта может лишить человека шанса раскрыть свою индивидуальность.